Молодой человек шел по коридору красивого старинного дома. Открыв дверь из спальни, он увидел на кровати сидящей свою девушку. Молодой человек сказал ей, пойдем, нам нужно торопиться, так как идет он. Девушка встала и направилась с молодым человеком прочь из дома. Пока они шли по коридору, он заметил какую-то странность в поведении своей девушки. Она вела себя необычно, ей было некомфортно. Когда пара покинула дом, вдруг послышался вой сирен. Небо окрасилось кроваво-красным пламенем, всюду были слышны человеческие крики и грохот. Молодой человек и девушка, испытывая испепеляющий страх, наблюдая нечто напоминающее конец света, спешили к автомобилю, дабы от кого-то убежать. Молодой человек вырвался немного вперед, а его девушка немного отстала. На этом сон моего старого знакомого, после которого он с ужасом проснулся, закончился. Повернув голову, он взглянул на рядом лежавшую девушку, которая тоже проснулась. Мгновение назад. Казалось, она была чем-то взволнована и даже напугана. К вечеру, после того, как весь день пара провела практически молча, девушка собралась с силами и рассказала, что так ее тревожило и пугало. Это оказался сон, и он был таким. Девушка сидела в спальне. Она услышала шаги, доносящиеся из коридора. Дверь открылась, и ее молодой человек сказал, пойдем, нам нужно торопиться, так как идет он. Девушка встала с кровати и поспешила прочь из дома. Вдруг она почувствовала, что с ней что-то не так. Она вдруг обнаружила, что практически ничего не видит. Она слепа. Помните, молодой человек в своем сне по поведению девушки почувствовал, что с ней что-то неладное. Это была ее слепота. Далее было все, как и у молодого человека во сне. Кроваво огненное небо, сирены, грохот и человеческий крик. Они бегут к машине, и ее молодой человек оказывается впереди. Слепота девушки практически полностью проходит. Она торопится к машине, убегая не от чего-то, а от кого-то. На этом моменте сна молодой человек просыпается, ну а девушка нет. Там во сне, оказавшись немного позади своего парня, девушку кто-то схватил за плечо, развернул, и она увидела жуткое, испепеляющее человеческое нечто с черными опустошающими злыми глазами. Когда двое молодых людей рассказывали мне все это, их колотило, а девушка от страха даже немного заплакала. Они не могли понять, как такое могло случиться. И все-таки странно. Два человека видели один и тот же сон, столь необыкновенный, и самое главное, взаимодействовали с друг другом в этом сне. Скептики скажут ложь. Это невозможно. Так полагает наука. Чудесный мир сновидений, таящий в себе такое невероятное количество загадок. Гадок, манящие и столь влияющие на нашу повседневную жизнь. Какая же тайна того, что называют сном? Когда мы засыпаем, мы оказываемся в иных мирах или все-таки внутри собственного мозга и образов, которые там остались? На все вопросы есть ответы. Давайте же их наконец-то услышим. Меня зовут Петр Кожановский. Вы на канале Нулевой Пациент. Если вы смотрите это видео, вы и есть настоящее сопротивление невежеству. Прошу подписаться, поставить лайк, оставить комментарий, а также досмотреть это видео до конца, так как в конце будет конкурс и, конечно же, призы. Ну что, мой друг, мы отправляемся в чудесный мир снов и загадок, которые он таит. Приступим. Боже, сколько таинственности! Это я люблю! Чумовое тело! Ставлю на паузу! Я за вкусняшками! Вы тоже бегите! Чаек, буртербородики, все дела! Наконец-то это дубины что-то нормальное рассказывает! Регулярно, с периодичностью в несколько месяцев я читаю подобные новости, у которых даже заголовки практически не меняются. Ученые выяснили, что происходит в человеческой голове во время сна. Опять! Они это выяснили опять! Разве этот вопрос еще не решен наукой? Бездари эти ученые! Продолжай, Пятюша! Чума, как интересно! Такое кино в дурке нам с пацанами не покажут! Наука, нейрофизиология и психиатрия, казалось, не раз и не два нам рассказывали все о наших снах, откуда они берутся и для чего. Дядя Фрейд открыл правду всему человечеству, что все мы извращенцы. Мы все знаем о быстром, поверхностном сне и о глубоком, медленном. Быстрый – это тот, когда мы видим яркие сны. Медленный, глубокий – это отдых мозга и структурирование воспоминаний. В этот момент мы сны не видим. А потом было проведено очередное исследование, в процессе которого будили человека, находящегося в глубокой фазе сна. И, как оказалось, 85% спящих в этой фазе тоже видели сны. А вот вам еще цитата. Вероятно, спящий и бодрствующий мозг не слишком различаются, считают ученые. Фантастика. Так мозг отдыхает во сне или он бодрствует и активничает так же, как и днем? Мы видим сны в глубокой и медленной фазе или нет? Честно говоря, друзья, ответа на этот вопрос у науки нет. Наука не знает, что такое сон. Это большая загадка. Оттуда и новости каждые несколько месяцев о том, что наконец-то стало известно, что происходит с мозгом, когда мы видим сны. Но это не так. И это даже не промежуточные выводы. Дело в том, что глаз – это часть мозга. Сенсор, который принимает информацию, преобразует ее в волны и передает электрические импульсы, скажем так, разного напряжения, вот сюда, в зрительную кору, в район затылка. Мир мы видим не здесь, а вот здесь. Падая на пол, ударяясь затылком, мы видим искры здесь, а не здесь. Проблемы с глазами – это не проблемы со зрением, а проблемы с сенсора, который начинает либо неправильно принимать информацию, либо перестает ее передавать. И вот самое интересное. Если в зрительную кору не поступает информация от сенсора, то откуда она поступает? Зрительная кора не бывает активной без электрических импульсов, без ионов. По-другому быть просто не может. Информация в виде электричества должна откуда-то браться. Можно предположить, что поток ионов, путешествующий по мозгу, берется из памяти. Окей, подходит. Но что насчет фантастических снов? Что насчет ужасов? Что насчет новой музыки? Что снится композитору? Например, один из создателей современной физики, датский ученый Нильс Бор, известен прежде всего квантовой теорией атома. В основу которой легла планетарная модель атома, квантовые представления и предложенные им постулаты. Модель атома Нильс Бор увидел во сне. И это не единственное большое научное открытие, сделанное во время того, как человек спит. Вся Вселенная и каждая ее самая маленькая частичка – это энергия. Она откуда-то берется и куда-то уходит. Так происходит всегда. Да, именно изображение, звук, вкус, запах и прикосновения, порой очень четкие, во сне – огромная тайна для науки. Нет ответа на вопрос, откуда берутся импульсы, несущие новую информацию, создающие полноценный мир в голове человека. Но ответ на этот вопрос важен, ведь человек проводит во сне треть собственной жизни. Если вам повезет прожить 90 лет, 30 из них будут сном. Раскрыть тайну сна, конечно же, очень важно. И самое главное – возможно. Давайте попробуем в данном вопросе не уделять много внимания мистике, а будем полагаться на науку. Знаем ли мы, что происходит с мозгом во время сна, помимо тех данных, которые были указаны в паре свежих статей? Конечно же. Человеческий мозг – это прежде всего нейроны и их связи. Нервные клетки, формирующие структуры в мозге, отображающие в вас, ваше эго и пройденный жизненный путь. В определенных состояниях ваши нейронные связи начинают пульсировать одновременно в определенном ритме, примерно как эти светлячки. Если эта пульсация и ритм слишком активны, то это эпилепсия. Если нет, то это так называемый альфа-ритм, тета-ритм, бета-ритм и так далее. Этот ритм отображает различные состояния человека, бодрствование, сон, отдых и многое другое. Однажды энцефалограмма человека, выпившего сильнейший психоделический напиток Айаваска, показала те же данные, что и энцефалограмма буддистского монаха, находящегося в глубокой медитации. Как мы знаем, все мистические, религиозные и духовные озарения рождаются в задней теменной доле мозга. Ее активность слабеет, когда человек пребывает в глубокой молитве, медитации или при приеме некоторых психоделиков, а также, самое главное, во время сна. Этот участок мозга отвечает, среди прочего, за отделение каждого из нас от окружающих предметов. Так мы не сталкиваемся с ними. Когда наше Я не отделено от окружающего пространства и активность теменной нижней доли снижена, наше Я смешивается с окружающим миром, состоящим из энергии. Далее происходит вот это. Все цело и абсолютно единым с самим собой, комнатой. Если я смотрел в окно на джунгли, я чувствовал физическую связь с каждым листочком на дереве, энергетической линией, с каждой звездой. Я как будто был подключен проводами ко всему космосу. Молишься, и вот ты един с чем-то. Медитация, и вот ты един с чем-то. Спишь, и вот ты един с чем-то. И это, друзья мои, не мистика. Это наука совсем ближайшего будущего. Дети неуклюжи, дети падают, сталкиваются с предметами и с друг другом. Почему теменная нижняя доля у них постоянно менее активна, нежели у взрослых? Есть ли этим моим словам доказательства? Ну, конечно же, есть. Состояние между сном и отдыхом – тета-ритм. Кто в нем находится постоянно и во сне, и наяву? Ответ – малые дети. Дельта-ритм – глубокий сон. Кто в нем находится и во сне, и наяву? Дети. Дети постоянно объединены с окружающим нечто больше, чем взрослые. Оттуда и особенные детские сны, и особенное ощущение сказки, если детство без особых проблем. Дети – тета и дельта-ритм. Глубокая медитация – тета-ритм. Молитва – тета-ритм. Психоделики – тета-ритм. Вы когда-нибудь ловили состояние тета-ритма при засыпании или пробуждении, когда вдруг за секунды ты получаешь гигабайты зрительной и смысловой информации из ниоткуда? Страх во сне ярче, любовь ярче, секс приятней, поцелуи незабываемые. Тета-ритм – последняя граница, прежде чем твое «я», твое сознание полностью соединится с окружающей реальностью, от которой тебя отделяет нижняя теменная доля мозга. Тета-ритм – последний момент, когда все еще происходит по твоим правилам. Дальше идет дельта-ритм – глубокий сон, и там уже далеко не все, так как мы хотим, так как там мы с вами в гостях. Освобождаясь от гнета теменной доли, становясь единым целым с окружающим миром, растерянное сознание черпает образы чего-то знакомого из памяти. Так из определенных субатомных частиц создается мир сна. Ионы, создающие сон, черпаются не внутри, а снаружи. Попадая в зрительную кору, появляется изображение. Это и есть ваше сновидение. Далее идут предположения и теории, которые совсем не предположения и совсем не теории. Интересно, а вне нашего материального мира, когда забор теменной доли падает, за ним кто-то или что-то есть, мыслящее, разумное, у чего есть воля. Быть может, именно оно дало Нильсу Бору ответ на поставленный вопрос, который не мог прийти из памяти. Быть может, так людям во сне приходят родные и близкие, которых давно нет на этой земле. Быть может, так во снах и можно увидеть грядущие события. Почему нам снятся кошмары или фантастические миры? Почему нам так больно во снах, эмоционально? Зачем и для чего это необходимо? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вам показывает шоу, у него есть смысл. В квантовом волновом мире частиц, еще не открытых наукой, можно ткать волей любые образы и ситуации, особенно если память и мозг, в этот момент являются художниками. На определенную волну может настроиться не один приемник, а множество. В онлайн-игре может оказаться не один игрок, а множество. Некоторые игры создаются для нас, а некоторые мы создаем сами. В любом случае за это надо платить. Всем нужен элемент. Самое драгоценное, что есть во вселенной. Во сне при определенных ситуациях мы его отдаем более или менее охотно. А еще его можно вытянуть из человека против его воли. Именно поэтому приходят образы извне. Они приходят за элементом. Это факт. Я знаю, что ничего не понятно, но очень интересно. Однако в этом ролике я не говорил, что расскажу об элементе. Я сказал, что расскажу, что такое сон. И я это сделал. При большом желании даже все мы вместе с вами можем оказаться в одном сне. Наше сознание. Нужно лишь настроиться на правильную волну. Да, к нам действительно приходят во снах наши родные или те, кто прикидывается имя. Им очень нужен элемент. Вещи и сны существуют. Они приходят благодаря тем, кого мы напитали элементом. А это значит, можно подготовиться или даже изменить грядущее. Сон естественный биологический и энергетический процесс, сопряженный с получением и обработкой электричества, а именно ионов. Кожаный покров это самый большой орган в человеческом теле. Он пронизан нервными волокнами, так как это сенсор. Он отправляет сигналы в мозг в виде ионов. У запаха квантовая структура. Запах это колебание частицы. Нос, грубо говоря, сенсор. Он отправляет сигналы в мозг с помощью ионов. Слух это ионы. Вкус это ионы. То есть вся реальность электричества или иначе энергия. Моя новая книга посвящена элементу, который все меняет, который является смыслом абсолютно всего. Скоро книга выходит. И этот ролик это не реклама. Нулог. Немного реклама. А еще, малые, давайте, покупайте Петькины книги. Мы с ним, между прочим, одни из самых успешных украинских художественных писателей. Мы везде хиты. Это все, конечно, благодаря мне гениальность. Петька, то бездель. Ссылки, чтобы купить книжки, будут под этим видео. Пишите в личку этому типу. Кстати, перейдя по ссылкам под этим видео и подписавшись на мой канал в Телеграме, вы можете уже прочитать отрывки из книги, которыми я там делюсь. Мир снов такой же реальный, как и радиостанция, которую вы слушаете, или телеканал, который вы смотрите благодаря аудио и видеосигналу. Чтоб все было хорошо и сны были чудесными, или чтоб иметь возможность провести время с любимым человеком, который покинул этот мир, ну или с тем, кто его еще не покинул, чтоб вновь поцеловать любимые губы или наконец-то насладиться местью, нужно лишь научиться правильно крутить ручку радиоприемника. И эту тайну мы тоже вскоре раскроем. Как там говорил Тесла? Мой мозг приемник. Или как говорила Татьяна Черниговская? Мой мозг это приемник. Интересно, откуда внезапно такие аналогии? Скоро вы все узнаете о том, что происходит вокруг нас на самом деле. А теперь наконец-то друзья мои конкурс. Уважаемые зрители, все те, кто, как и я, иногда видят интересные необыкновенные сны, предлагаю вам поучаствовать в конкурсе. Напишите в комментариях под этим видео, расскажите о самом необыкновенном странном сне и тот комментарий, который наберет больше всего лайков, получит от меня книгу с моим автографом совершенно бесплатно. Я сам оплачу пересылку даже на Луну, если это понадобится. Мои сладкие пирожочки, вы были на канале Нулевой Пациент, на который нужно подписаться хотя бы из-за меня. Если вы посмотрели это супер видео, вы и есть настоящее сопротивление таким иллюминатам и дезинформаторам, как Петька. Хотя сегодня он говорил все по делу. Подписка, лайк, комментарий, поделитесь этим видео у себя в соцсетях. Доволен? Да, я теперь настоящая звезда Ютуба. Спасибо! Дизлайк, отписка, щучу. Всего хорошего, друзья. И помните, грядут перемены, они уже совсем близко. Пока.